Друзья, приветствуем вас на канале Крипто Коммонс и в сегодняшнем выпуске Ньюсблог Крипто. Крипто рынок упал на фоне объявленного ФРС поднятия процентной ставки в 25 базисных пунктов. Президент Рипл снова подтверждает уверенность в победе над СЕК в суде. Готовы ли XRP к массивному ралли? Генеральный директор Мессари высказывает свою поддержку Рипл в суде против СЕК. Коинбейс предложила кредит в 3 миллиарда для СЕРКЛ в связи с проблемами вокруг банка SVB. Цельсиас сообщила, что вернет своим клиентам до 72,5% их крипто. Мастеркард будет проводить транзакции в стейблкоинах для кошелька в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Твиттер-аккаунт топ-менеджера СЕРКЛ был взломан и продвигал поддельный аирдроп USDC. И в заключении выпуска анализы рынка от ведущего канала Криптозорос Джорджа Танга. Оставайтесь с нами. Федеральный комитет по открытым рынкам ФРС США сегодня сообщил об ожидаемых изменениях в 25 базисных пунктов, подняв текущую целевую ставку с 450-475 базисных пунктов до 475-500 базисных пунктов. Центробанк также сообщил, что наблюдается хоть и скромный, но рост расходов и производства. Что еще более важно, ФРС заявила, что банковская система США надежна и устойчива. Крипторынок отреагировал на это решение немного помедвежье. Цена биткоина упала примерно на полпроцента. Председатель ФРС США Джером Паул в своем выступлении на пресс-конференции заявил, что банковской системе США ничего не угрожает и что все банковские сбережения пользователей находятся в безопасности. Также Федеральный комитет по открытым рынкам сообщил, что некоторое дополнительное ужесточение политики может быть целесообразным, чтобы со временем вернуть инфляцию к целевому уровню в 2%. Решение ФРС США по процентной ставке было принято на фоне больших ожиданий и продолжающегося банковского кризиса. Рынок в значительной степени с вероятностью 85% ожидал поднятия ставки на 25 базисных пунктов, в то время как оставшиеся 15% ожидали сохранения ставки на текущем уровне. На своем выступлении в предыдущем заседании ФРС Паул сообщал, что продолжение увеличения целевого диапазона будет уместным. Цена XRP стремительно продолжает расти на фоне того, как президент Моника Лонг сохраняет оптимизм в отношении положительного вердикта в пользу криптофирмы в продолжающемся деле SEC. В среду цена XRP взлетела в небо. На фоне обретенного инвесторами оптимизма в отношении того, что Ripple победит в затянувшейся судебной тяжбе с комиссией по ценным бумагам и биржам США. Это произошло после телеинтервью с официальным представителем Ripple, который выразил оптимизм по поводу результатов этого расследования. Утром в среду президент Ripple Моника Лонг заявила в интервью, что она очень надеется увидеть удовлетворительное решение продолжающейся борьбы с SEC, которое длится уже более трех лет. Далее Моника добавила, что, на ее взгляд, решение правового конфликта будет достигнуто в какой-то момент в течение этого года. Лонг выразила уверенность в том, что маловероятно, что судья, председательствующий в иске SEC, вынесет решение в пользу финансового надзорного органа. Вот ее цитата. «Я думаю, это очень маловероятно, учитывая то, что, по нашему мнению, и факты, и закон на нашей стороне. Вполне вероятно, что подавляющее большинство токенов на крипторынке окажется классифицированным как ценные бумаги, если Ripple будет таким признан. Решение, признанное в пользу SEC, сделает каждую криптовалюту регулируемым финансовым инструментом, который будет подвергаться мониторингу и проверке SEC. Цена XRP сегодня значительно выросла, поднявшись на новые высоты, заставив как инвесторов, так и трейдеров с энтузиазмом относиться к ее будущему движению. Но несмотря на ее рост и движение за последние несколько дней, цена столкнулась с серьезным сопротивлением в ценовой зоне 0,44 доллара. Успешное преодоление выше уровня сопротивления поднимет флагманскую криптовалюту на новые высоты, учитывая, что биткоин способен поддерживать свой сильный импульс. Вероятно, что текущая неделя принесет нам значительную волатильность. Остается надеяться, что направление ее будет направлено вверх. Генеральный директор Мизари поддержал Ripple в его судебном разбирательстве SEC. Крипто-энтузиасты и инвесторы XRP внимательно следят за продолжающейся судебной тяжбой между Ripple и SEC по поводу того, является ли XRP ценной бумагой. На этом фоне недавний отчет крипто-исследовательской платформы Мизари у XRP Ledger вызвал воодушевление в сообществе XRP. В последнее время в сообществе XRP было много позитива благодаря недавней поддержке Райана Селкиса, генерального директора агрегатора крипто-данных. В своем твиттере Селкис написал, что поддерживает Ripple и XRP Ledger, выразив надежду на то, что они одержат победу. В прошлом я критически относился к Ripple по разным причинам, но сейчас я больше на их стороне, чем когда-либо прежде. Ripple должна выиграть дело XRP SEC, а XRP Ledger должна получить возможность честно конкурировать в сфере цифровых платежей в глобальном масштабе. Спрос есть. Комментарий Селкиса в поддержку Ripple появился после недавнего отчета Мизари, а XRP Ledger, который также вызвал значительный интерес в крипто-сообществе. В отчете подчеркиваются впечатляющие возможности сети, и также сказано, что она обработала 2,9 миллиарда транзакций, в среднем около 1,2 миллиона в день в четвертом квартале 2022-го. Также было отмечено, что количество учетных записей XRP Ledger приближается к 5 миллионам пользователей. Но на что все это похоже? Несмотря на его прошлую критику Ripple, недавний твит Селкиса вызвал восторженные отклики членов сообщества XRP. Технический директор Ripple Дэвид Шварц даже отреагировал на пост вот такой гифкой. Но, как и всегда, важен контекст. Продолжающаяся судебная тяжба между Ripple и SEC вызывает споры, и некоторые утверждают, что дело SEC слабое и политически мотивированное. Но их противники утверждают, что Ripple нарушила законы о ценных бумагах. Данная судебная тяжба SEC имела очень серьезные последствия для Ripple, включая отказ от партнерства и исключение из листинга нескольких крупных бирж. И хоть и маловероятно, что одно одобрение может повлиять на исход судебной тяжбы. Поддержка такой важной фигуры в криптоиндустрии, как Ryan Selkis, может подкрепить позицию Ripple и повысить осведомленность о потенциале XRP Ledger как сети цифровых платежей. Coinbase, похоже, была близка к тому, чтобы предоставить Circle кредит в размере 3 млрд долларов. Американская криптобиржа предложила Circle кредитную линию на 3 млрд долларов, чтобы помочь ей исправить финансовые проблемы после краха банка Silicon Valley Bank. Напомним, что имитент стейблкоина обнаружил колоссальные 3,3 млрд долларов в банке SVB, что негативно повлияло на цену USDC. Актив упал ниже целевого уровня в 1 доллар, но позже восстановил свою цену. Компании были близки к завершению сделки, но передумали после того, как USDC восстановил свою привязку к доллару США. Это произошло после того, как Circle опубликовал обнадеживающее заявление, пообещав покрыть любые убыльки инвесторов из-за кризиса SVB. В таких ситуациях, как того требует закон и в соответствии с правилом передачи сохраненной стоимости денег, мы будем поддерживать USDC и покрывать любые убытки, используя корпоративные ресурсы, при необходимости привлекая внешний капитал. В дополнение, ведущие финансовые контролеры в США пообещали спасти каждого вкладчика SVB, даже если сумма вклада превышает 250 тысяч долларов. Президент Джо Байден также коснулся краха бывшего банковского гиганта, подчеркнув, что налогоплательщики не понесут никаких убытков. С другой стороны, инвесторы и акционеры обанкротившегося учреждения защищены не будут, поскольку «так устроен капитализм». Генеральный директор Джереми Аллер недавно намекнул, что его компания не нуждается в помощи регулирующих органов, поскольку она готова использовать собственные корпоративные средства для предотвращения дальнейших проблем, связанных с воздействием SVB. Он также добавил, что денежные резервы были переведены в Bank of New York Mellon. Клиенты Celsius смогут получить до 72,5% своей криптовалюты обратно. Данное мировое соглашение также оградит тех, кто его примет от дальнейших скрытых судебных исков против Celsius. Из-за ключевого решения судей Мартина Глена суды постановили, что клиенты Celsius смогут получить обратно до 72,5% внесенной ими криптовалюты, хотя во многих случаях выплаты будут не сразу. Условия сделки будут применяться только к владельцам депозитарных счетов. Почти 600 тысяч инвесторов, вложивших деньги под проценты, не смогут воспользоваться этим решением, так как еще в январе суд постановил, что владельцы таких учетных записей добровольно отписались от своей криптовалюты в пользу Celsius. Данное решение позволило несостоящемуся криптокредитору получить право собственности на активы на сумму до 4,2 миллиарда долларов. Для сравнения, когда Celsius подала заявление о банкротстве, ликвидность компании составляла всего около 167 миллионов долларов. Компания утверждала, что имеет активы на сумму около 4,3 миллиарда долларов, а также обязательства на 5,5 миллиарда долларов, из которых 4,7 миллиарда долларов составляют долги клиентам или, как выразился сам Celsius, незащищенным кредиторам. Половина сейчас, половина потом. И в то время как те, кто хотят подать иск против Celsius, чтобы вернуть свои деньги, могут это сделать, те, кто хотят вернуть хотя бы часть своих активов, могут подавать запросы на возврат. 36,5% депозитов в криптовалюте будут возвращены в споте, а остальные 36,5% будут выплачиваться по мере реализации плана или до конца этого года. Спонсором процесса возмещения будет являться компания NovaVolv Digital Management, которая также предоставит акционерный капитал в новой компании NewCo для неликвидных активов клиентам, передавших свои деньги на процентное хранение, которые в данную сделку не вошли. MasterCard начала сотрудничество, которое позволит розничным клиентам в Азиатско-Тихоокеанском регионе тратить свои стейблкоины везде, где принимается MasterCard. Глобальный платежный провайдер MasterCard запускает интеграцию цифрового кошелька стейблкоина с австралийской платформой стейблкоинов Stables. 20 марта компании объявили о сотрудничестве, которое позволит розничным клиентам в Азиатско-Тихоокеанском регионе тратить свои стейблкоины везде, где принимается MasterCard. Данное партнерство подразумевает использование кошелька только для стейблкоинов, который создан компанией Stables из платежной карты, поддерживаемой MasterCard. Эта платежная карта позволит пользователям сохранять и тратить стейблкоин USDC, конвертируя цифровую валюту в фиат и рассчитываясь в сети MasterCard. Карта будет доступна через цифровое приложение Stables в мобильных кошельках. Интеграция кошелька с поддержкой MasterCard станет доступна для пользователей во втором квартале 2023 года, сообщил Cointelegraph, соучредитель и главный операционный директор Stables Дэниел Ли. Цифровая карта MasterCard со стейблкоином изначально будет доступна для пользователей из Австралии, а затем планируется ввести ее в Европу, США, Великобританию и большую часть Азиатско-Тихоокеанского региона. Кошелек будет принимать депозиты в ряде стейблкоинов, включая конкурирующий стейблкоин тизер, а также Binance USD, но все депозиты будут автоматически и бесплатно конвертироваться в USDC. Помимо криптовалюты, пользователи также могут пополнять свой баланс с помощью банковских переводов, прямого пополнения и других способов оплаты. Твиттер-аккаунт топ-менеджера Circle взломали, обещая раздачу поддельного токена USDC. Хакерам удалось получить доступ к аккаунту руководителя Circle в Твиттере, в котором они ложно заявили, что эмитент стейблкоина USDC проводит аирдроп. Этот фальшивый аирдроп ведет на фишинговый сайт, который, вероятно, предназначен для кражи токенов пользователей. Генеральный директор Circle Джереми Айлер подтвердил, что аккаунт в Твиттере, принадлежащий Данте Диспарте, директору по стратегии компании и главе отдела глобальной политики, подвергся взлому. Согласно опубликованного хакерами объявления, аирдроп преподносился как компенсация пользователям, которые пострадали от отвязки USDC от курса доллара. В Твитте также упоминался и сайт, на котором была размещена обманная кнопка, по всей видимости, вытягивающая деньги пользователей. Все, кто кликнули на нее и подтвердили транзакцию в своих кошельках, позволили хакеру выводить их монеты. Этот случай стал последним шагом хакеров по заманиванию пользователей через фальшивые раздачи в Твиттере. Как ранее сообщал CryptoPotato, до этого хакеры смогли завладеть учетной записью в Твиттере News24, чтобы объявить о поддельном аирдропе XRP. Ранее аккаунты таких известных личностей, как Билл Гейтс, Илон Маск, Барак Обама и Чемпинг Джао, также подвергались взлому хакеров и были использованы для рекламы поддельных криптоактивностей. Поэтому всегда будьте внимательны, что вы нажимаете и что подтверждаете в своем кошельке. И в завершении выпуска основные выводы по рынку от ведущего канала Криптос Арус Джорджа Танга. В одноминутном видео Джордж рассказывает про образовавшийся паттерн, который на его взгляд является очень бычьим сигналом. Давайте послушаем. С технической точки зрения у нас здесь тройное дно, которое выглядит очень аппетитно, означающее, что биткоин готов отправиться вверх. Аналогично этой тройной вершине, которая перевернута. Это один из технических сигналов, выглядящих очень побычьи. И, конечно же, у нас есть и другие показатели. Например, этот SOPR, который показывает, сколько людей находится в прибыли или в убытках. И сейчас он переходит в зеленую зону. Но, повторюсь, эти показатели являются долгосрочными. И хоть я их уже много показывал, именно эти происходят не так уж и часто. Вы можете убедиться сами, что за всю историю биткоина это происходило только пять раз. И каждый раз, когда это происходило, биткоин уходил в огромный забег каждый конкретный раз. Поэтому этот сигнал вам игнорировать не следует. И мы только-только переходим в зеленую зону. Задумайтесь об этом. Мы находимся на границе перехода в зеленую зону. И движение значительно выше. Вот такие дела. И хоть на момент подготовки этого выпуска биткоин опустился в цене на полторы тысячи долларов, развязку этой коррекции мы с вами увидим уже в ближайшие дни. Поэтому желаем вам крепкой воли и железной выдержки. До встречи в следующем выпуске. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова